МОЛДОВА Вокруг мемориала на стенах висит агитация. В селе Варнице готовятся к парламентским выборам. Борец за территориальную целостность Молдовы Дмитрий Урыту говорит, что точно знает, за кого проголосуют 5 апреля. По его мнению, сейчас Молдове нужен Юрий Рожко. В прошлые выборы я как-то смотрел на другую партию. Нет, по-моему, тоже партия. Но сейчас, знаете, в корне я остался за партией народа, за партию Крештин-демократов. 5 апреля в Варнице будет голосовать не только местное население, но и приднестровцы с молдавским гражданством. К выборам готовились два месяца, говорит примар. Все это время в село приезжали представители партий, развешивали плакаты, агитировали население. Мы готовы принять население Левого бережья, города Бендера, Терраспы, приближенных сел. Для них организовано два избирательных округа. 40-й и 41-й. Они оба округа будут расположены в Доме культуры, для удобства, чтобы они не бегали, чтобы не поднялись на втором этаже. Будут на первом этаже, вход будет открытый. Это Дом культуры. Именно здесь 5 апреля и откроют избирательные участки. Директор местного увеселительного заведения поначалу нашей группе запретил снимать будущие места волеизъявления. Покажите мне, куда нам идти голосовать. Приднестровцам, которые приедут. Да вы голосовать все равно не будете. Только с разрешения примара директор Дома культуры согласился показать, где откроются участки. Кабинки, урны. Все готово ко дню голосования. Только их установят позже. В селе продолжаются агитационные мероприятия. У нас все готово. Но не поставили, потому что у нас в субботу вечер с молодыми избирателями. Мы и Васильевский шумевый эскотек, специальными молодых, тех, кто голосует впервые. Для примара Варницы это не первые выборы в парламент Молдовы. Сегодня он старается сделать все, чтобы местное население пришло на выборы. А на избирательных участках не образовались очереди. Будет весело, готовы встречать избирателей, чтобы каждый имел свободный доступ и отдал голос за ту идею, за того кандидата, который они считают, что он принесет, будем говорить, радость и благосостояние народа. Еще одно молдавское село, в котором откроют участки для жителей Приднестровья – Копанка. Здесь население будет голосовать за коммунистов, говорит примар. В селе живет более тысячи пенсионеров. Как правило, они самые активные избиратели. Разносится вся агитационная литература всех партий, никому не запрещено. Ну, в последнее время уже это стихло немножко, люди уже действительно устали от всего этого. Да я думаю, что уже люди определились, за кого пойдут голосовать на выборы. Приднестровцы будут голосовать в русском лицее Прометей. Избирательный участок откроют в этой столовой. Жители приднестровских сел Кременчук, Кицканы, Загорное, по задумке молдавских властей, должны приехать именно сюда на выборы. В каждом избирательном участке будет по три человека от компартии, по одному человеку от Молдова-Ностры, от господина Рожки, по одному человеку и еще какой-то партии. Село находится в зоне конфликта, говорит примар. Сюда часто приезжают руководители Молдовы. Выделяют деньги на ремонт дорог и зданий. Основная часть населения находится на заработках в России. В преддверии выборов политика пришла даже в село Копанка. В этом клубе прошел концерт одной из политических партий. На него пришло всего 20 человек, 12 из них дети. Артисты были пьяные и сам концерт был не очень, вспоминают селе. Однако для агитации все средства хороши. Например, локаты коммунистической партии в окнах зданий, построенных недавно. Тем не менее, в селе Варница бывший волонтер Дмитрий Урыту никогда не пойдет голосовать за коммунистов. На это у него есть свои причины. Да, они много обещают и мало делают. Так что я им не верю. Плюс к этому, они когда-то наших отцов и дедов отвезли в Сибирь. И с тех пор и мой отец, и я им не верю. Копанка и Варница – села, которые находятся в зоне безопасности. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии распространила специальное заявление. В документе говорится, что открытие избирательных участков может дестабилизировать ситуацию в этих населенных пунктах. Особенно в Дубосарском микрорайоне Коржево. Здесь два года назад молдавские власти пытались провести выборы примара. Это вылилось в настоящий конфликт между правоохранительными органами сторон. Что будет в этот раз – неизвестно. Но к провокациям Приднестровская сторона готова. Постоянно на протяжении вот этих лет, когда не было прямых переговоров, Молдова пыталась создавать какие-то конфликты. Ну тут уж сам Бог велел выборы, что же не поспорить, за Коржево что-то было. Будем действовать в соответствии с нашим законодательством. Игорь Смирнов на неделе ответил журналистам на вопрос, просили ли его в Москве организовать доставку приднестровцев на молдавские избирательные участки. Очень коротко. Глупость несусветна, никто ничего не просил. В четверг было сорвано заседание ОКК, причина грядущей парламентские выборы. Молдавская делегация отказалась обсуждать вопрос открытия избирательного участка в Коржево. Тем самым, как отметили представители приднестровской стороны, они не захотели предотвратить возможные конфликты в зоне безопасности. Александр Логутин, Егор Бекерский, проект Наблюдатель.